Это 26-я школа «Флагман». Здесь, как и в других общеобразовательных учреждениях округа, уже закончились работы по подготовке здания к новому учебному году. Оценку готовности дает специальная комиссия – педагоги, школы, депутаты и родительская общественность. Это здание после косметического ремонта проверил лично глава химок Дмитрий Волошин. Важнейшая задача – обеспечить достойные условия для комфортного обучения ребят, оказать содействие и поддержку учреждениям образования. Очень важно, чтобы вы директору не оставлялись с этими проблемами один на один. Это ваша обязанность, чтобы школа была в отдельном состоянии. Этим летом в 26-й школе провели косметический ремонт, обновили фасад и раздевалки, модернизировали пять новых кабинетов информатики. Подготовка к новому учебному году не завершается никогда. Это живой процесс, потому что, просто представьте себе, одновременно в здании находится 900 детей. Поэтому это всегда какая-то деятельность, связанная с обеспечением безопасности, с обеспечением литературы, с кормлением детей, с организацией внеурочной деятельности, кружковой работы и много-много-много чего еще. Специальная комиссия во главе с Дмитрием Волошиным посетила учебные классы, столовую, спортивный и актовый зал. Особое внимание уделили техническому оснащению школы. Так, например, глава округа оценил новые цифровые доски, на которых можно не только писать, но и показывать видеолекции лучших профессоров мира прямо во время уроков. Изменения, которые происходят в школе, положительно оценивают и родителям. Школа стала намного чище, школа стала светлее, потому что косметические ремонты делаются постоянно. И спасибо большое нашему КШП, потому что вот буквально два года назад у нас появился великолепный повар. Дети в восторге от той еды, которую им готовят и с удовольствием ходят в столовую. В этом году ремонтные работы провели в 26 школах округа. Покрасили стены, обновили фасады, привели в порядок прилегающую территорию. Накануне Дня знаний качество работы ценят во всех школах химок. Юлия Самошина, сервер Бекмамбетов, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химки-ТВ.